Помните, в самой странной серии «Детство буржуя», справедливо названной многими зрителями стримом по MS Word, мы делали открытку? Многие написали под этой серией очень правильный комментарий. Такое надо было печатать на матричном принтере. И я совершенно согласен с этим, но в тот момент у меня была одна проблема. В моем распоряжении не было вот такой замечательной вещи. Теперь она есть, и я говорю вам «Здравствуйте, друзья!» Я с вами, как всегда, Виктор Карасев, и это очередная серия «Детство буржуя». Но для начала, позвольте отнять минуту вашего времени на рекламу действительно хорошего предложения, которое заинтересует всех играющих зрителей канала. С 25 февраля по 9 марта в M-Video проходит акция M-Game со скидками до 80% на товары для геймеров. В эти две недели у вас есть отличный шанс пополнить свои коллекции игр и арсенал девайсов по отличным ценам. Консоль Xbox One X с жестким диском на терабайт и игрой в комплекте – 27 990 рублей. Red Dead Redemption 2 для PlayStation 4 – 2590. FIFA 2020 для Nintendo Switch – 2490 рублей. И это лишь самая вершина айсберга. Переходи на сайт M-Video по ссылке в описании, выбирай и заказывай. Итак, сегодня на моем столе буржуйский для начала 90-х и достаточно посредственный и привычный для начала 2000-х матричный принтер Epson LX100. Точно такой же, как был у меня в детстве. Кто-то из вас может сказать, ну ты, конечно, нашел буржуйство. Ладно бы еще струйник какой-нибудь надыбл из 90-х цветной, которые стоили как чугунный мост, не говоря уже про картриджи к ним. С одной стороны, да, первые цветные струйники были вообще чем-то запредельным. Даже не буржуйством, а каким-то несовместимым с жизнью обычного человека предметом роскоши. Как по полету фантазии, так и по стоимости. Но, во-первых, мы сейчас говорим про начало 90-х, когда и мой 486-й был каким-то космосом в России. А во-вторых, даже те, кто мог похвастаться наличием в своем доме компьютера, далеко не всегда имел в своем распоряжении принтер. Даже такой простенький, как этот. А у меня он был с самого первого дня. И это было самым настоящим буржуйством. Да и рассказать про матричные принтеры можно много всего интересного. Например, начать можно с вопроса. А нафига вообще был нужен принтер? Самое банальное, что все писали рефераты в школе от руки, а ты такой классный мог расставив пальцы в сторону принести распечатанные на компьютере, мы обойдем стороной. Я сейчас не про дешевые понты. Хотя, правильнее сказать, не про дорогие. Больше всего, конечно, хотелось печатать картинки. Зачем? Ну, во-первых, чтобы было. Во-вторых, их, например, всегда можно было повесить на стену, когда не хватало постеров из журнала Кул. И я не только кликбейта ради поставил на обложку этого видео достаточно откровенную фотографию женщины. Ближе к старшим классам, среди всего прочего, естественно, было огромное желание напечатать одетых и не очень женщин. Я прекрасно помню, когда одну такую распечатку мама нашла у меня в шкафу. Зачем было качать, печатать и прятать, не спрашивайте. Видимо, из-за отсутствия мозгов. Или, опять же, просто потому что могу. А если еще и вспомнить качество печати изображений на матричном принтере, количество вопросов и отсутствующих на них ответов удвоится. Уверен, среди вас, дорогие зрители, точно найдутся те, у кого матричный принтер в свое время был. А если он у вас был, спрашивать, печатали вы на нем картинки или нет, не нужно. Абсолютно точно печатали. И прекрасно понимаете, о чем я. Всем остальным предлагаю приобщиться к этому великолепию. Вот она, картинка за авторством матричного Эпсона, которая печаталась примерно все время, что прошло с начала ролика. Печаталась с огромным шумом, так что если бы сейчас мне было 14, а родители были бы в соседней комнате, они бы совершенно точно услышали, что я что-то печатаю, и могли бы зайти поинтересоваться, что именно. Не то, чтобы они постоянно так делали, но вы же знаете этот праздный интерес. Здесь можно привести забавную шутку-аналогию про то, что печатал голых баб матричный принтер примерно с такой же скоростью, как модем скачивал их из интернета. Были же времена. На печати срама ни такого, ни более откровенного я никогда не попадался. Благо, мозгов хватало делать это, когда я был один дома. Но вот в шкафу, как я уже сказал, такой пиксельный артефакт был у меня однажды найден. И нагоняй я получил знатный. После чего, моя любвеобильность к женскому полу ограничилась распечаткой открыток с девчонками из Ларри 7, которые открывались по мере прохождения. И то, даже их вешать на стену было ссыкотно. Поэтому там красовался сам Ларри Лаффер. Сначала матричный черно-белый, а через какое-то время, когда одному из моих знакомых купили цветной струйник, и полноцветный. Матричный принтер был самым первым среди печатающей оргтехники для компьютера, а разработала и выпустила его на рынок корпорация Seiko Epson аж в 1964 году. Принцип работы такого принтера очень прост. По сути, это компьютеризированная печатная машинка. Для сравнения, струйные принтеры создают изображения из мельчайших чернильных капель, а лазерные — из электрически заряженных частичек тонера. Естественно, отпечаток матричного принтера по сей день остается самым стойким, да еще и дешевым с точки зрения расходных материалов. Интересно, что такая технология печати является единственной приемлемой для длительного хранения архивных документов. То есть напечатанный на струйном или лазерном принтере текст или изображение со временем, особенно при неидеальных условиях хранения, может стать малочитаемым или нечитаемым вообще. А напечатанному на матричном — совершенно пофигу, ввиду необратимой деформации носителя и особенностей используемых красителей. Самое интересное, что производят матричные принтеры по сей день, и стоят они не то чтобы дешево. Используются такие принтеры обычно в случаях, когда печать идет на непрерывной ленте, например, в банках, билетных кассах или тупо в кассе магазина. Правда, основная масса именно кассовых аппаратов работают немного иначе. Там печать происходит за счет удара нагретой иглы от термобумагу, которая чернеет от высокой температуры сама. Или же для печати многокопийных форм, то есть через копирку. Тут, думаю, дополнительно пояснять принцип не нужно. Все в детстве переводили картинки через копирку. Главное было положить ее нужной стороной. У меня это получалось не всегда. Еще один интересный момент состоит в принципе печати матричных принтеров. Сейчас все струйные лазерные принтеры получают на печать изображение от компьютера в графическом формате. То есть обрабатывают все, что вы печатаете, как картинку, просто перенося ее на бумагу. Матричные принтеры работают иначе. При печати из MS-DOS от компьютера они получали набор данных о тексте и уже внутри себя, в зависимости от выбранного на самом принтере шрифта, выводили его на бумагу. Вот этой кнопкой переключается шрифт. Мой LX100 умеет выводить аж целых 4 его вида. А соответственно, для печати из-под MS-DOS этому парню даже не нужно никаких драйверов. Просто воткнул его в ЛПТ и печатай себе на здоровье. Если что, под Windows он само собой тоже работает. Картинки мы печатали уже из-под винды. Но там нашему матричнику уже нужен драйвер. Матричные принтеры также отличаются экономичностью, простотой конструкции, высокой надежностью и большим ресурсом. Срок службы красящей ленты рассчитан аж на 8 миллионов символов. Мне кажется, что в те незапамятные времена мы покупали новый картридж с печатающей лентой для принтера от силы раза три за все годы его эксплуатации. Но я, конечно, могу ошибаться. Времени прошло уже много, а китайские порномультики давно уже промыли мне мозги. Этот LX100 я нашел на Авито аж в Туле. Спасибо Диме, который помог мне его выкупить. Точно такая же модель, как была у меня тогда. В основном матричные принтеры делались двух видов. 24-игольчатые более дорогие и качественные, и 9-игольчатые попроще. Бывали и другие модели, но эти были самыми распространенными. У меня именно 9-игольчатый. Качество печати на нем пониже, но зато он печатает быстрее своих 24-игольчатых коллег. С картриджем было немного сложнее. Те, что отдавал продавец в комплекте, были уже давно высохшими, и я принялся искать замену. В России купить уже не смог, но нашел оригинальные запакованные картриджи из 90-х на eBay. Комплект из трех штук я незамедлительно приобрел, и уже даже показывал их в одной из распаковок. В комментариях народ писал, что заморачиваться с ними вообще не стоило. Ведь можно было просто купить самому печатную ленту необходимого размера, вскрыть картридж и подсунуть нашего импровизированного совенка туда. Да, в теории можно было сделать и так, но возможность в 2020-м подержать в руках оригинальные запечатанные картриджи из 90-х, которые все еще спустя почти 30 лет работают, тоже очень приятное чувство. Пусть и немного подороже ленты из соседнего. Комуса. Еще я слышал историю о том, что народ даже умудрялся делать цветные принтеры из старых матричников. Они брали 4 картриджа, устанавливали в них разноцветные ленты, разбивали картинку на 4 цвета и печатали ее в 4 прохода. Но это все мастерили местные кулибины. При этом, оказывается, на рынке на самом деле присутствовали и цветные матричные принтеры. До момента написания сценария к этому ролику я о существовании таких и не представлял. Видео про принцип работы этого монстра можно посмотреть на канале Lazy Game Reviews. В двух словах, он заключается в использовании четырехцветной ЦМИК-ленты, которая закреплена на головке, умеющей двигаться не только горизонтально, но и вертикально, подставляя под иглы нужный цвет. Цветной матричный принтер позволяет получить целых 7 цветов. Секрета, откуда берутся остальные три, не предусмотренные четырехцветной лентой, нет никакого. Они просто печатаются не в один, а в несколько проходов печатной головки. Естественно, у такого подхода к печати есть один серьезный недостаток. Постепенное загрязнение первичных цветов на ленте черным вследствие контакта ленты с многоцветным изображением, приводящего к искажению цветов на распечатке. И это видно даже в ролике у Клинта, хотя до момента снятия вот этих кадров он успел напечатать совсем немного. Ничего удивительного, что цветные матричные принтеры не получили широкого распространения. Тут струйники, а со временем и лазерники, добились безоговорочной победы. Не знаю, стал бы ли я выпрашивать у родителей цветной матричник, если бы знал о его существовании тогда, но струйник совершенно точно не покупали, ибо, во-первых, дорого, а во-вторых, зачем? Чтобы печатать твои эти картинки, тем более мы знаем, какие картинки ты печатаешь, в шкафу у тебя находили. Но совершенно точно, если бы я мог только подумать о такой фишке, чтобы взять 4 разных картриджа, насылать туда 4 разных ленты и попробовать самому сделать из своего принтера цветной, я бы совершенно точно это сделать попробовал. Сейчас откровенно не готов. Но если у вас есть просто непреодолимое желание увидеть, как я этим страдаю, надо бы наставить этому ролику побольше лукасов и написать о своем желании увидеть дичь в комментариях. Если желающих будет действительно много, я попробую, благо запасных картриджей для такой задачи у меня сейчас более чем достаточно. По правилам рубрики нам бы сейчас стоило перейти к игровой тематике, связанной с предметом выпуска. Но какие игры могут быть на матричном принтере? Все мы видели, как энтузиасты запустили Doom на принтере Canon PIXMA. Но этот парень из времен, когда Doom запускался на большой коробочке по соседству и был практически вершиной технического прогресса. В теории на матричном принтере можно было бы запустить какой-нибудь текстовый квест. Но опять же, не на таком старом. У него просто не хватит памяти, чтобы поместить в себя даже очень небольшую игру. На вопрос, как это вообще играть на принтере без компьютера, ответ очень прост. Можно использовать функционал, на котором выполнена его настройка. Если при включении зажать левую кнопку, принтер выдаст все свои настройки, а две его кнопки позволят этими настройками управлять. Принтер напечатает на листе бумаги нынешнюю конфигурацию и предложит путем ответов на вопросы «да» и «нет» ее при необходимости сменить. Даже в 2020-м, мне кажется, это очень крутой находкой инженеров. И если вам интересна тема матричных принтеров, и вы хотите познакомиться с принципом их работы и такими интересными фишками поподробнее, я рекомендую вам посмотреть ролик с канала Макса Крюкова про Epson L-100. Да, это обзор принтера. Никогда не думал не то, что буду рекомендовать такое, а что даже сам буду смотреть. Но видос жутко интересный. Ссылка на него прямо сейчас на экране. Именно у него я подсмотрел информацию об этих настройках. По такому же принципу можно было бы сделать и простенький текстовый квест. Хотя, конечно, ограничения вариантов ответов «да-да» и «нет», интересность этого квеста несколько поубавила бы и превратила бы скорее в аналог детских книжек, в которых можно было выбрать один из двух вариантов развития событий и перевернуть на указанную страницу, чтобы узнать, к чему это привело. Алды, помните такие книжки? Но пока такую никто не сделал. Хотя есть ребята, которые развлекаются еще интересней. Правда, читырят, ибо просто используют принтер вместо монитора. Игра, в данном случае автостопом по галактике от Infocom, запущена на компьютере, но выводит весь текст на бумагу через матричный принтер вместо монитора. Идея забавная, но для нее требуется компьютер для работы самой программы и клавиатура для печати ответов. То есть, строго говоря, эта игра не запущена на принтере. Но, если честно, я рад, что, судя по всему, я не сумасшедший, и кто-то тоже думает о таких глупостях, как запуск игры на матричном принтере. А вот музыку на матричных принтерах еще более странные люди уже достаточно давно играют. Нет, ну а что, на флоповодах и геймбоях можно, а на матричных принтерах нельзя? Непорядок. На ютубе есть разные ролики, и я сейчас не про оркестры из флопиков, хардов и принтеров, а именно о треках, играемых исключительно на одном принтере. И да, я понимаю, что в таких проектах используются максимально продвинутые матричники с большим количеством игл, но все равно иной раз не верится, что это не подлог. Ну уж слишком круто и близко к оригиналу. Слишком широкий спектр звуков, я бы сказал. А вот тот же имперский марш с другого канала звучит более реалистично. Если вы думаете, что на этом сумасшествие, а иногда даже и боль любителей энтузиастов компьютерных дел 90-х заканчивается, вы очень сильно ошибаетесь. Знаете, что могло быть еще интереснее, чем возиться с тем, чтобы вывести из компьютера изображение на бумагу? Правильно, засунуть изображение в компьютер с бумаги. Был ли у меня сканер? Был. И если вы думаете, что сканер это такая большая прямоугольная настольная штука хотя бы формата А4, и тут уж точно нельзя придумать никакой дичи, тем более интересной, то должен вас разочаровать. Знакомьтесь, ручной сканер Мастек. Точно такой же, как я выпросил у родителей к концу 90-х. Зачем? Ну, потому что у меня было очень много офигительных идей, для чего он мог бы мне пригодиться. Но, как говорится, это уже совсем другая история. Спасибо за внимание, друзья. Я надеюсь, было интересно. Как обычно, если понравился ролик, не забывайте про большие пальцы, а также подписывайтесь на канал, если сегодня здесь вдруг впервые. А у меня на этом все. До скорых встреч. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok